Что получится, если сложить Яндекс.Плюс и пакет? Пакет всего. Это кэшбэк и бесплатные доставки в пятерочки и перекрестки. А еще кинопоиск, музыка и баллы Плюсы в сервисах Яндекса. Подключайте Плюс Мульти и добавляйте опцию покупки с пакетом от X5 за 100 рублей в месяц. Первые 30 дней в подарок. Участвуйте в розыгрыше призов, путешествия, Яндекс.Станция или 10 тысяч баллов X5 Куба. Успейте до 25 декабря. Подробности в описании. Всем привет! Сегодня у нас пятница. Я очень часто буду сейчас выкладывать ролики, потому что у меня есть настроение, мы выздоровели. И на самом деле у меня в планах есть, во-первых, конечно же, что сделать? Что сделать? Новогодние рецепты для вас. Я уже подготовила несколько. И будет у нас такая, знаете, новогодняя минутка. И для того, чтобы украсить видео, так скажем, сделать его более новогодним, поднять вам настроение, я хочу сейчас купить себе программу. Вы знаете, да, у меня MacBook, к сожалению, сломался. Там не... ну, он работает, MacBook, но не работает звук и плохо воспроизводит видео. Скорее всего, что-то там с видеокарты может произойти. Я не знаю, и я нашла сервисный центр, на днях хочу наконец-то все-таки отвезти его, чтобы мне продиагностировали, потому что очень жалко. Лежит MacBook, вот я прям, не знаю, скучаю по нему, очень хочу монтировать. И в iMovie я монтирую, кому интересно. Это стандартная бесплатная программа от Mac. В данный момент сейчас я монтирую в программе Movavi. Я уже не раз об этом говорила. Вот, но, к сожалению, у меня очень старая версия, нет тут всяких фишек, и я вот хочу купить с эффектами, там и снег, и какие-то блёстки. Ну, в общем, просто немножечко улучшить картинку. У меня девчонки сейчас идут домой. Настя пожаловалась, что Катя устроила истерику, плачет. На самом деле, такое бывает. И у Насти было, помню, в первом классе, видимо, перенапряжение. Вот они как-то в школе... Вот всё это из-за школы, так скажем. Ну, поэтому бывает такое, вот Настя пожаловалась, говорит, а Катя, говорит, не хочет идти домой, плачет там. Ну, я надеюсь, что мы сейчас решим этот вопрос. Да, Боня? Сейчас мы Катюшку успокоим. Она поспит часик, может быть. Ну, в общем, как-то ещё идёт адаптация к школе. Как ни странно, бывают у неё такие заскоки. Редко, но бывает. Что случилось? Я в шоке. Отчего? Почему она так начала себя вести, ни с того ни сего? Откуда знаю. Кать, ты чего? Ты прищемила? Кать. А что такое? Устала? Может, тебя кто-то в школе обидел? Кроме меня никто. Настя, помоги, закратишь. Что ты делаешь? Давай. Давай. Я в шоке. Ура! Ура! Пятница! Не рви, не рви. Да подожди, Катюша, ты чего? Ура! Пятница! А, у нас же день вкусняшек, да? Вы решили, что сегодня будем кушать вкусненькое? Или ничего, потому что кое-кто плохо себя ведёт? Ура! Пятница! Выпей молоко, удиви свою печень. Ура! Что? Что ты сказала? Катя, что она сказала? Ты поняла? Сейчас она схватит. Смотри. У нас, у Боня, у неё мания на эти, на пумпончики. Боня. Или бумбончики, как? Пумпончики. Бумпончики или пумпончики? В общем, представляете, она вот так вот с пола прыгает на куртки, запрыгивает туда, хватает шапки именно с бумпончиками и просто убегает под кровать. Представляете? Когтями своими прям по вот этим курткам. Я когда первый раз увидела, я думаю, я всё, инфаркт миокарда получила, представляете, и она ещё прыгает и висит вот так вот. Я просто в шоке была. Так, распаковка, ребёнка, чек. Так, ну что, у нас срочный выход в магазин, у нас стукнуло минус 10, а я достала их. Вышли на улицу и у нас, видите, во дворе тут украсили ёлочку поставили, вот стежинки повесили, у каждой парадной тоже. Вот видите, гирлянды висят, правда тут она не горит. Ну, в срочном порядке бежим к Кате покупать обувь. Мы достали Настину обувь, она ей большая, а у нас на улице минус 10. А я же сказала. А я же сказала. В счастье. Да? Какая разница? Очень большая. Срочно бежим покупать Кате обувь, потому что она, видите, в кроссовках. Я бы что-то думала, что у Насти нормальный ей будет размер, а они ей просто огромные, неудобные. И она там шла, плакала. В общем, срочно идем покупать обувь. Надеюсь, что тогда найдем. Ай, холодно выключаю. Что ты делаешь? Такие дутики выбираем. Выбор, на самом деле, невелик и почти нигде не до нашего размера. Вот эти еще можно 32-й. То есть, знаете, где-то 33-й нормально, 34-й. Пройдись. Ну-ка. Вот так всегда. Как обувь зимняя. Мне кажется, она тебе большая. Так, все, мы все купили. Катя, расскажи смешную историю только что. Короче, когда мы заходили, там, короче, два пацана шли. Мужчины. Мужчины с корзиной. С магазина, да. Они, короче, пьяные. Один не вписался, и прям в ворота лицом. Просто впечатался. Корзина в руках у него с алкоголем. Он не вписался в ворота и врезался, в общем. Он не вписался, врезался прям в ворота. И вот друг стоит, смеется, он смеется, пьяный. Пятница на позитиве. Ну, мы ему помогли, открыли. И он уже зашел туда, куда нужно. Надо сильнее это сболтнуть. В общем, у нас, у меня девчонки, особенно Настя, любят сливки вот эти взбитые. Я прям помню, в детстве их покупала. Покажи, как они выглядят. Ну, такие вот сливки. Они очень редко бывают в магазинах. Просто охотимся. И вот, увидели сегодня, Катюшка заметила. Вот так вот берешь вот так вот и получаешь порцию сладкого. Давай, Настя, покажи, как профессионалы это делают. И знаешь, так вот выдавишь, что прям изо рта вот там все. Конечно. Так. Это надо нажимать сильно, а я не сильная. Давай я тебе. Давай. Открывай рот. Вот так. Ой. Ну что, девчонки, у нас время красоты уже. Новогоднее настроение вовсю. И заказала я тут такую гирлянду. Скоро пойду в кладовку, принесу елку. Короче, все, уже потихонечку, потихонечку буду готовиться к украшению дома. И купила вот такие вот липучки. Вообще, вы знаете, да, есть такие дорогие, известные. Но они там, ну, прям раза в три дороже, чем эти. Вот я увидела вообще за копейки, рублей за 150, что ли. Это сколько тут штук. Вот. И я решила попробовать дешевые. Вдруг они тоже будут неплохо держаться. Все. Мы повесили эту гирлянду. Смотрите, какая красота. Сразу сказка. 500 рублей такая гирлянда стоит. Вы знаете, на каком сайте я ее покупала. Догадайтесь. Трех раз. И она, на самом деле, очень длинная. И там есть разные режимы. Сейчас я залезу и покажу вам. Как бы не грохнуться. Вот. А я еще купила удлинитель. Обязательно, обязательно. Удлинитель они как. Вот тут. На радость всем. И прохожим, и нам. Я купила холодную гирлянду. Там есть разноцветная. Нет, больше у меня есть холодная. Холодная. Ну, холодный цвет такой вот, да. Вот. Повесила я, естественно, с той стороны. И вот такая вот красота получилась. Все. О-о-о-о. Начинаем украшать. Я еще закажу такую же себе в комнату на шторы. Мне очень понравилось. И, кстати, вот эти липучки, видите, они очень хорошо держат. Вот эти липучки. Пока, по крайней мере, гирлянда держится. Видите, не отвалилась. Все держится. Еще одна штучка осталась. Так, всем солнечное питерское утро. Субботнее. Мы идем с Катюшкой на день рождения. Наконец-то. Вот подарочки тут у нас. Все топаем. Да, иди вперед. У нас тут, видите, снега не очень много. Ну, прям морозно. Минус шесть. Прям прохладно. Так, у них мероприятие, по-моему, два часа идет. А потом, а потом мама отвозит девчонок к бабушке. И едет на встречу с подружкой. Не только же тебе с подружкой встречаться. Иди-иди. Вот. Я сегодня встречаюсь тоже с Наташей. Мы идем там в планетарий. Брала Катюшку из Днюхи. Ну, естественно, я ничего не снимала, потому что у меня там не было. Там дети развлекались. И у них там был персонаж. Индеец-девочка. Мы идем и думаем, как же будет индейца-девочка. Она говорит, индейка. Я говорю, индейка это индейка. Как индейец-девочка будет? Индайка. Даже я, прикинь, не знаю. В общем, надо в интернет залезть. Напишите в комментариях, как будет девочка-индейка. Ой, индейец-девочка. Ой, вообще, в общем, все. Бежим в машину и едем к маме. Я уже жду Наташу. Приехала к ресторану. Мы тут в один ресторан. Пойдем посидим. А вон она топает. Собачки тут бегают всякие. Ой. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 И я подумала, что нужно привести волосы в порядок Чтобы они были максимально ухоженными И они у меня на самом деле очень сильно секутся Очень сухие Наверное, что-то не хватает в организме Надо попить дополнительно какие-то, может быть, витамины И стала делать какие-то маски Вот это все, уход Но все равно что-то как-то, знаете, получше стало Но не совсем То есть прям кончики прям очень сильно секутся Допустим, видите, у меня вообще вот эта сторона Вот видите, как будто бы у меня челка Вот, пытаюсь отрастить И не получается все равно Вот, так что Да, иду в салон И надеюсь, меня покрасит нормально Я первый раз иду именно туда красить волосы Туда я хожу подстригаться Делать маникюр, делать педикюр Вот, и решила к ним же пойти на покраску Вроде бы как Мне сказали, что там неплохо красят Ну, мы это сейчас и проверим Боня, нельзя Да, нельзя Нельзя, говорю Разговариваем Что? Ты что-то хочешь мне сказать? Ты хочешь нахулиганить, да? Так что все, побежала я И вот, собственно, до И надеюсь, что после будет намного лучше Пошла Девчонки, помните, я вам показывала Вот эти сапоги в прошлом влоге И вот я пару недель назад Купила себе вот такую жилетку На самом деле, это максимально не мой Так скажем Как это сказать? Не моя вещь в гардеробе Я такой не ношу Плюс я не люблю горло Но у меня вот моя шуба И там горло открытое И, короче говоря, это идеальная Это идеальная жилетка Вот такой вот пояс Вот такие сапожки У меня еще есть белые на каблуках Единственное, что видите Тут разрез большой И видны вот эти шортики от колготок Я хочу вот так вот просто подшить Небольшой разрезик оставить Я не знаю Или что тут можно придумать Напишите Вот Либо колготки без шортиков Но это будет слишком откровенно Либо плотные сюда темные колготки И вместо свитера можно еще, знаете, рубашку Обычную белую базовую Вот мне очень понравился образ Он такой, знаете, уютный, теплый Вот самое то, как раз сейчас Вот ходить Сапожки вот эти мои зимние Так что я сейчас побежала по делам И мне очень понравился образ И вот мое окрашивание, кстати Да, окрашивание Я же вам не показала Все мне выровняли Все классно сделали Вообще красота Нашла своего мастера Теперь буду к ней раз в месяц ходить Вышло, в принципе, не очень дорого 4 700 я заплатила за все Но я думаю, что это стоит того Посмотрите сразу, какая красота Я потом вам еще получше При другом освещении покажу Вот, так что Побежала На улице у нас просто зима Истории, которая со мной случилась Буквально недавно Почему темно? Короче говоря, сейчас я вам расскажу Историю Которая произошла со мной недавно Я отходил от нее дня три Вы даже не представляете Какой это был шок для меня Потому что я вообще из тех Кто всегда верит в самое лучшее Что люди добрые И как-то вот Я, в принципе, до сих пор так думаю Но Но вот эта история Она, конечно, меня расстроила Я, конечно, сгрустнула Короче говоря, рассказываю Решила я заказать суши Пиццу, по-моему Ну, не важно В Достоевском Я всегда в Достоевском Очень часто заказываю Они очень быстро привозят Вот, не могу сказать, что там прям вкусно Они испортились В последнее время Но, тем не менее Заказываю часто именно там Вот И они никогда не опаздывают Да Я вот заказала Жду Жду-жду-жду Жду такая Где мои суши На что Они мне ответили А вы знаете Доставка-то уже доставлена Я такая Что? Что? В смысле доставлено? Мы начали С этим менеджером Разбираться Выяснилось Девочки Выяснилось Что Видимо Либо программа Тупанула Боня нельзя Так вынула Боню Потому что Она мне тут на шторы прыгает В общем, знаете Когда ты заказываешь И адрес Он автоматически сам определяется Либо ты там Сохраняешь его В общем, как-то так получилось Что у меня программа Либо я тупанула Тут уже неизвестно Неважно Что произошло Кто виноват Либо техника Либо я Накосячила Но у меня определился Не тот корпус То есть, грубо говоря Там не первый корпус А второй корпус То есть, это соседний дом Все то же самое Все как бы Номер квартиры Но корпус другой Соответственно, другой дом И мы это выясняем И понимаем Что курьер Привез заказ Мой Я заказывала Одного на свое имя Женщина заказывала Женщина Они начали связываться С курьером Который просто, знаете Вручил По адресу Который У него был указан Вообще не спрашивая Ничего Кто, что Такой нюансик Я всегда оплачиваю Когда заказываю То есть, я не оплачиваю Уже по факту Потому что у меня Очень часто Они ловят интернет И пока курьеры Там подключат Свой терминал В общем, я стала Всегда оплачивать Сразу Как заказываю Это очень удобно И без подтверждения Заказа Потому что, знаете Они звонят Ой, себя масяки Какосяки Жопосяки Вы, блин Заказываете эти суши Они потом начинают Эти все перечислять Это очень неудобно Я убрала Вот эту галочку Поставила Чтобы мне не звонили Чтобы просто привозили Все Заказ оплачен Я брала И никаких проблем Всегда все было хорошо Никаких ошибок Никто, ничего Всегда все доставляли Вовремя По адресу Все нормально было А тут Понимаете Такая произошла ошибка И получается Еще и курьер Накосячил Знаете как? Потому что Он привез по адресу И вышел То есть поддержка Позвонила курьеру И вообще начала Спрашивать все подробности Оказалось Что вышел мужчина Точнее открыл дверь Мужчина Заказывала-то я Женщина Марина Заказчик Марина Вот И курьер просто Такой типа А вы кто? А он такой А я брат Марины И он выручает ему Суши И уезжает Занавес Мне это пишет Менеджер Я знаете В таком Шоке Потому что Ну Ладно Я накосячила Ну например Можно даже цифркой Ошибиться Номером квартиры Не важно Действительно Бывает всякая Человеческая ошибка Курьер тоже накосячил Он действительно Не уточнил Номер заказа Где это Марина Ну не важно Получается Что я накосячила Курьер накосячил Но Вы просто девчонки Вдумайтесь Что Человек Который Открыл дверь И у него Курьер спрашивает А где Там Марина заказывала А он Сразу На лету Представляете Придумал историю Что он Мой брат И принял заказ Он понял Короче Что ему привезли Оплаченные суши Он придумал Сразу историю Курьер ему Вручил И он доволен Пошел хавать Мои суши Хотя там В заказе Всегда дается чек Да И там Номер телефона Мой И соответственно Имя Кто заказывал Как Можно Быть Такой Тварью Понимаете Конченной Что взять И принять Вот так вот Чужой Заказ Я знаете Мы с менеджером Общались Она говорит Вот так вот Произошло Я говорю А что я должна Голодная сидеть Что делать Это в таком случае Я конечно Там писала В поддержку Звонила Ну потому что Как бы Да Все таки Лично мое мнение Я считаю Что курьеры Они все таки Должны Как то удостовериться Что они доставили В ту квартиру Да Потому что Вот такая ситуация Произошла Что человек Просто понимаете Притворился Моим братом И принял Спокойно А ему спокойно Дали Ну не знаю Я помню Короче Случай был Когда я у мамы была Заказывала маме На адрес Точнее не заказывала Но наши Друзья сверху Они заказали И ошиблись Буквально там Одной цифрой Одной цифрой В номере квартиры И привезли заказ нам Ну так как Мы знали их Ну то есть Я открыла дверь Я говорю Вы знаете Я не заказывала там Суши Они такие Вот адрес ваш стоит Я говорю А фамилия какая И оказалось Что это наши друзья сверху И курьер поднялся Просто им вручил Да То есть По идее Нормальные люди делают так Но ни в коем случае Не берут чужой заказ И просто Со спокойной совестью Едят все это Зная что Там другие люди Ждут Честно я была В таком шоке Потому что Как можно Быть Таким человеком Вот он съел Да Лег спать спокойно Да Со спокойной совестью И все норм Это грустно Это грустно Что вот такое Происходит Да И Мужик Мужик просто Понимаете Парень Ну Мужчина Взял просто И сожрал Мои суши Девочки Представляете До чего Было обидно Не потому что Там курьер Там да Там как-то Я понимаю Что курьер уставший Им вот адрес Да Он вручил Забыл Поехал дальше Я все понимаю Я там может быть Тоже накосячила Ну не тот корпус Случайно указала Но как можно Быть таким человеком Он же мог сразу сказать Я не заказывал Звоните в поддержку Да Узнавайте Кто заказывал И мне бы позвонили бы Я бы сразу сказала И курьер бы просто Соседний дом Он там рядышком Просто прошелся бы И все И вручил мне Просто знаете Слов нет Как люди Могут Поступать Но это конечно Все таки Я надеюсь Что больше Единичный случай Напишите кстати В комментариях Было ли у вас Что-то похожее Если да То как решился вопрос Я конечно же Достоевскому там Писала Звонила в чат Там Говорю давайте Решать вопрос Потому что я считаю Что все таки Для Такой крупной доставки Которая давно Уже находится В этой сфере Которая давно У нас уже доставляет Суши Одни из самых популярных Известных Не могу сказать Что самых вкусных Но тем не менее Нормально Пойдет И Все таки Нужно держать лицо И как-то решать Этот вопрос Они три дня Меня мурыжили Три дня Я думала Ну все уже Ну от чего Вряд ли деньги вернут Вряд ли там Что-то сделают В результате Все равно девушка Через три дня Мне позвонила Видимо потому что Я ее Схипала Вот И Она сказала Что мы Сделаем вам Точно такой же заказ Привезем вам Ну в общем Как-то так вот решили Этот вопрос За что им Большое спасибо Потому что Я являюсь их Частым клиентом Не хотелось бы Как бы так ругаться Особо Хотя я понимаю Что и я где-то Ошиблась Но это называется Клиента Понимание Не знаю Как это назвать В общем Вот такая ситуация Произошла Все таки К чему я это говорю Потому что Я верю в карму Девочки Вот я конкретно Верю в карму Я верю Что если человек Поступил По-говнянски Ему бумерангом Все это Обратно вернется Поэтому Прежде чем Делать какие-то Такие вещи Обязательно Задумайтесь Что это может К вам вернуться Потому что Когда человек Осознанно Делает Такие Какие-то Поступки Это просто Мимо В любом случае Не пройдет И Очень-очень важно Оставаться человеком Просто мы Живем в одном Обществе Да Я считаю Что нужно Быть добрее Друг другу Нужно Как-то Поуважительнее Друг к другу Относиться И если человек Ошибся Да То Как-то Не Наказать его За его ошибку А наоборот Помочь Ну в общем Вы поняли Какую мысль Я хочу До вас Донести Это грустно Печально Но вот такая Ситуация Прозошла Я надеюсь Что Этой ночью У него Скрутило живот У того мужика И он С утра Просто С толчка Не слазил Это я только что Говорила про доброту Да-да-да-да Ладно Все Шутки шутками Но спасибо Все большое За внимание Жду ваши комментарии Что вы думаете По этому поводу Ну такие ситуации Бывают в жизни Мелочи Конечно Ничего страшного Это мелочи Но неприятно Неприятно Осадочек осталось Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok